Владимир Александрович, добрый вечер. Можно поздравить и нас, и Татарстан. Все-таки к такому успеху, к первой в истории Татарстана, первой медали на зимних Олимпийских играх мы шли долго и упорно, но оно того стоило. На самом деле, да, большое событие, без какой-то бравада, без прикрас. Наверное, все-таки по летним видам спорта у нас больше традиций, они глубже. Именно по зимним видам спорта в Татарстане мы только-только начинаем пожинать все плоды нашей работы. Как раз мы находимся на нашем историческом льду, дворец спорта, где все и зарождалось, не только фигурное катание, но и хоккей. В общем, те форматы, которые сегодня есть, мы сегодня, вы знаете, в стране являемся лидерами по количеству именно ледовых арен. Буквально в прошлом сезоне мы открыли 41-ю уже арену в Татарстане. Поздравляю Женю, нашу Женечку, которая наша воспитанница. Она начинала свою карьеру здесь, ну, в общем, даже не здесь, а на стадионе «Ракета» в Дербышках. Вот, ну, наверное, уже основную практику получала здесь, в дворце спорта. В общем, традиционно у нас существует школа, вот девчонки катаются. Каждый год все больше и больше у нас приходят сюда заниматься. Она прямо хотела, чтобы она за Татарстан выступала? Да, значит, на самом деле там много кривотолков ходит. То есть так получилось, что Женя вообще выступала как индивидуал, значит, до 2010 года. Потом переехала в Москву, ну, по определенным обстоятельствам. Соответственно, там уже она попробовала себя в паре, причем каталась в одной паре. Потом, соответственно, нашла вот себе партнера. Естественно, это наш человек, родившийся здесь, выросший здесь, значит, здесь, который получил некие азы и правила. Переходя на другой этап, естественно, он там уже попадает в состав сборной России. Он там практически не бывает на территории того места, где он проживает. Он все время на сборах, есть главный тренер команды. Владимир Александрович, я всегда считал, что все-таки наши сильные стороны – это хоккей, лыжные гонки, особенно женщины. Оказывается, игру и катание – тоже наш конек. Ну, на самом деле, да, это, значит, так в скобочках можно, наш конек, наш конек, да. Это приятно, на самом деле, потому что фигурное катание – очень красивый вид спорта. Вот, скажу вам по секрету, я сам занимался вот здесь несколько, правда, не лет, да, а там, какой-то период времени, совсем юным, именно фигурным катанием. Да, я там разбираюсь, да, я разбираюсь во всех этих аббревиатурах, значит, словах, прыжках. Да, да, вот, ездил пистолетик, прыгал от улуп, ну, на каком-то раннем этапе. Брат у меня достиг к определенных, там, даже высот по юношам, вот, то есть для меня это, в общем-то, не чуждый совсем вид спорта, вот, и поэтому, в общем, традиции, на самом деле, в фигурном катании в Торстане не существует. Вот, понятно, что с развитием, там, игровых видов спорта, и хоккея, в частности, конечно, он более стал тиражируемым, наверное, в стороны, там, республики. В хоккей сегодня играют, там, вы знаете, круглосуточно, там, и ночная хоккейная лига, и женская хоккейная лига, и в ВХЛ, и МХЛ, и КХЛ. Вот, но фигурное катание, это исконно, на мой взгляд, традиционный вид спорта для страны, мы всегда там были одними из лидеров на протяжении достаточно долгого времени, как и в танцах, так и в парах, так и в индивидуальном катании. Поэтому я уверен, что вот с этими событиями мы еще раз, так скажем... Кстати, можно вспомнить Александра Фадеева, это же... О чем мы речь? Мы можем говорить, что это не случайный какой-то успех. Совершенно не случайный успех, я вам скажу, это как бы, это некая закономерность того, что делается в Татарстане, вот, то, что у нас появляются такие звездочки при прочих равных условиях, что мы развиваем там массовый спорт, и мы там один из самых больших регионов и самых регион-лидеров по влечению именно людей в массовый спорт, по инфраструктуре. Вот, в любом случае, когда мы говорим о спорте высших и достижениях, есть вот такие у нас результаты. Мы очень горды, это работа, там, не только министерства, это вообще работа вот всех наших детско-юнических спортивных школ, наших клубов, вот, огромное, конечно, спасибо там тренерскому штабу, родителям, которые, ну, занимаются... А мы можем говорить, что это уже отдача от того наследия универсиады, который заработал, и сегодня мы видим вот эти объекты? Да, однозначно это можно так говорить, потому что, в общем-то, объекты востребованы, объекты загружены. Все-таки у нас была летняя универсиада, и мы видели, да, что какая динамика сейчас идет по летним видам спорта. Вот этот успех Жени Тарасовой, как вы считаете, привлечет еще больше? Однозначно привлечет, уже сегодня олимпийские атлеты из России, вот, это большая честь для них, что они там оказались, что они несут этот флаг, пока там нейтральный, да, но флаг Татарстана, флаг нашей страны, и мы просто гордимся вот нашими атлетами.